Собирали журналисты в Киеве Свидетельства людей, которые пережили этот день Припяти В том числе даже были те люди, которые были на этой самой свадьбе Всего было 16 свадеб, это был субботний день И в общем все, что там есть, оно по фактам, по датам соответствует Там было огромное количество потрясающих совершенно деталей, которые никогда не придумываешь Но просто я не мог себе позволить, исходя из логики этого сюжета, впихнуть туда все подойдет Это фильм, который построен на очень небольшом количестве героев То есть, несмотря на то, что путь героя приводит его в коллективное пространство, на свадьбу Эта свадьба в основном молчит, и как кухня молчит И люди, которые смотрят ночью на горящую АЭС, тоже молчат Вот то, что это такая сосредоточенная, концентрированная штука, которая построена в существе на пяти людях Это, ну как бы, зачем это понадобилось? Почему это должно быть так? Нет, у меня была задача делать абсолютно реалистическую и документальную историю Как о людях, так о своем многонаселенности, так о тем более о срыве Почему кто что там, как ни эту кнопку нажал До сих пор никто не знает до конца, что там произошло Хотя бы это сидел там, а срок еще жив Или, по-моему, жив еще этот директор станции У меня, в общем, была, так сказать, сюжетная условность одного человека Который жил-был, узнал, поскольку он лежал в партийной, так сказать, как бы элите Хотел бежать, но чем больше хотел бежать, тем больше оставался И тем больше в эти минуты расцветала жизнь его глазами Это, в общем, если даже брать фактическую сторону То из Припяти никто не бежал Крови партийного начальника и каких-то начальников пожарных Люди уже догадались, что, ну догадки были на уровне, что это уже было Но на этот раз там чего-то посерьезнее Абсолютно не было никакого, так сказать, оттуда бегства, исхода, что называется Ну, как ни было исхода даже у американцев, которые так любят свое тело, здоровье Избал морляров, хотя все знали о наводнении и так далее Ну, тем более, так сказать, мне кажется, что это очень типично для нас И еще будем писать, что никто, как бы мы, не убиваемся своей гибельностью Ну, вот, соответственно, это соответствовало действительности, а пространство людей Это то самое пространство, в котором работает сюжет моего героя Мне кажется, что, начиная с 1986 года, довольно много было создано нарративов Журналистами, по-другому образом, и историками о том, что такое Читонгольская Абайя И... Слышно, да? Просто потому что, мне кажется, это фонент То есть в этом смысле была проделана очень мощная работа, которую как раз в этом зале Несколько месяцев назад описывал Джекри Александер и Рон Эрман Которые говорили о том, как некие события, которые касаются большого количества людей Перерастают из просто событий в травмы или трагедии, о которых... Которыми считают себя задетыми и охваченными люди Которые непосредственно не присутствовали в этом месте и в это время И Джекри Александер говорит о том, что... Чтобы вот такие события, исторические события, приобрели статус травмы Или трагедии, они должны пройти через несколько этапов Которые включают в себя работу журналистов То есть, межде всего, журналисты должны описать жертв трагедии Описать ответственных за эти события И расширить зону жертв Включить в нее огромное количество других людей Которые непосредственно не были задействованы И мне кажется, что эта как раз работа была проделана И в позднее советское время И тут в зале присутствует один мой студент Который сейчас непосредственно занимается как раз изучением Непосредственной реакции официальной прессы В 86-м году на эту трагедию И, по-видимому, если вам захочет, он, наверное, сам расскажет Но, по-видимому, действительно эта работа была проделана Потом, после распада Советского Союза Это событие привлело особый статус И стало интерпретироваться в связи с ограничениями Которые накладывало партийное руководство На жителей Припяти, работников На, вообще, советское государство Которое не было проинформировано С какими событиями И в 90-х годах неожиданно Еще одна волна реактуализации в 86-м году Вокруг 96-го года Это религиозный дискурс Может быть, вы помните Было довольно много фильмов, документальных В которых цитировался апокалипсис И вот это событие получалось вот эту рамку И мне кажется, что вот этот фильм уникален И интересен тем, что он возвращается К отдельным людям От коллективной травмы К индивидуальной травме И мы видим, в общем, такую классическую структуру Развития индивидуальной травмы Которую писал Фрейд Когда человек сталкивается с событием Непереносимым, неописуемым И это хорошо видно многократно в этом фильме Когда люди не находят слов для того, чтобы описать У них меняется выражение лиц И они выдавливают и задавливают Ужас этого события И после этого это вытеснение Эта вытесненная трагедия Эта вытесненная боль Возвращается заново В виде неадекватных жестов Странных реакций Постоянных перебеганий Из одного места в другое Скажем, это очень хорошо видно в этой сцене В одной из завершающих сцен на свадьбе Когда главный герой говорит про беременность Лары И выражение лица мужа Лары Меняется совершенно удивительным образом Он не проговаривает это, но это осознание Вытесняется у него в странные жесты Вытесняется у него Какого-то торта То есть в этом смысле Этот фильм мне кажется очень интересен Я увидел в нем иллюстрацию Индивидуальной драмы О которой, на мой взгляд, довольно мало говорилось Несмотря на то, что фигура ликвидатора В общем-то была сформулирована И создана довольно давно Ну вот, пожалуй Это трудное кино, безусловно И мои впечатления совсем не связаны Ни с чернобыльской аварией После просмотра этого фильма Ни даже с советским контекстом Который, несомненно В этом фильме для человека Моего поколения А я как раз, ну, видимо, ровесник Главного героя Этот советский контекст, конечно, очень интересен Я бы с такого конца, как мне кажется, зашел бы То есть, мне почему-то напоминает Эта литературная традиция Связанная, скажем, с Константином Вадимовым То есть, той русской литературной традицией Которая ставит себе целью Воспроизвести то, что гораздо позже Держи Аграмбена назвал словами Полая жизнь В конечном счете Разные эпизоды И разные сложные ситуации Такие, как, скажем, нахождение в нацистском лагере Или какой-то Немоверной трудности испытания Во время какого-то побега Когда оно показывается в кино Или описывается Оно в значительной степени Уже идеологизируется Или во всяком случае Превращается в какой-то нарратив Имеющий, ну там, метафорическое значение Или какое-то смысловое значение И в то же время Есть люди И, в виду, Миндарзе Один из таких людей Кто ставит себе целью Зайти очень далеко За панель, за ширму Которая превращает события В уже литературные Или в события, которые уже Высказаны на узнаваемом языке Поэтому первое мое впечатление Это некоторый шок от киноязыка То есть от попытки Зайти в киноязыке В каком-то определенно Но другом направлении Причем это направление Не похоже на то, которое мы видим У Сокурова Фаустя, например И это не то направление Которое мы видим Скажем, у Любови Аркуса В последнем фильме про Антона Где, в общем, с одной стороны Есть некоторая И там, и там Такая попытка Как бы сказать Прорваться сквозь литературу Эта голая жизнь Здесь, конечно Представлена каким-то особым образом Мы видим здесь Какую-то новую телесность Да, эти парни Они между собой Телесно говорят На забытом языке Мы сейчас Так не С такой страстом Не поем Не обнимаемся Так сказать Не становимся вместе Головами в голове Это показано Гораздо круче Чем, скажем В каких-то Известных нам Американских Русских фильмах О мужском братстве Потому что Эта телесность Еще на уровень Как бы Еще более Животным В каком-то смысле слова Перед нами Какой-то Мир Мир человека Действительно В его голой жизни По адамбену То есть там И он Обстоятельствами Или каким-то Укладом жизни Представлен почти Как животное И в то же время В каждый момент В каждом герое Мы Опознаем Такое Как бы сказать Зыбкое И рождающееся Человеческое Это Одна сторона Вторая сторона Для меня Важная Что Конечно Такой сюжет Связанная С Чернобылем С большой такой Катастрофой Как будто бы Заставляет Ну Широко Использовать Цитаты Метафоры И создать Метафорический Контекст И вот здесь Этого почти нет Просто нет Вообще Эта картина Без метафор Может быть Какой-то Изощренный критик Обратил бы внимание На некоторую Ассоциацию С тем Что вот Зона И эта зона Напоминает Сталкера Я не еду в конце концов Как бы на дрезине Но только Это другая совсем Зона Абсолютно никакая Не литературно-фантастическая И не зона Где дебатируются Какие-то смысловые Вопросы жизни А это зона В которой До всякого Смысла жизни Явно существование Человека Вот Такие первые слова У меня есть Вы согласны, что Вы этот фильм Без метафоры? Ну Мне очень сложно Сказать Так вот Сходу В каком-то смысле Наверное Это метафора В общем Смысле Жизни На сковородке Жизни В ситуации Хвадцатого века Когда Вся жизнь Была Трагична Однако Они жили И Продолжали жить И Даже Очень Многие Были Веселы И В тридцать с седьмом году И В застойные времена И Во время В том числе Чернобыле В этом смысле Меньшая Метафора Это История Ликвидации Которая Конечно Не Касается Кто-нибудь Когда-нибудь Сделать То Что написано В книжке Алексеевич Светланы Чернобыльской Молитвы Про Веселье Любовь Значит Сон Возле Реактора Засыпания Прямо Возле Крафита Крафит В руках Хотя Все понимают Что будет Крафит из реактора Срывание С себя Защитной Маски Чтобы Значит Было так проще И так далее Это просто Все эти Подробности Которые Вы Так Они Еще Более Морозительные Смысли Без Различия Собственной Жизни Несмотря на Ужасные События В этом Смысле Ну Наверное Картина В каком-то Смысле Что касается Внутри Внутри Картины Но я К этому Просто Не стремился Я считал Что В этой Картине Можно Обойти Без Двоемых Смыслов Там В принципе Абсолютно Согласен Живой Картины Без Метафора Но Я хотел бы добавить Что Она Сама По себе Метафора Нашей Жизни И Собственно Говоря Есть Варианты Схода Однако Никто По крайней мере В тем временах Только Дельные Люди Как Рыба Выдыхающиеся Изводы В этом смысле Это Острая Метафора Когда Опасность Действительно Невнимая И вот Горит Реактор Эти люди Все Работают Но На свадьбе Все Веселились Я так Смотрю Вот Еще Добавил бы Про отсутствие Интертекстуальности То есть Ссылок На какие-то Другие Нарративы Рассказы О Чернобыльской Аварии Визуально Создано Огромное количество Такого рода Нарративов Начиная с Фотографий Западных Журналистов Которые Приезжают регулярно В Припять И фотографируют Заброшенные Дома Заброшенные Детские И Вплоть до Любителей Которые Приезжают В Припять Регулярно Потому что Существуют Целые Туристические Агентства Которые Организуют Такого рода Поездки Как раз Несколько дней Назад Я бронировал Квартиру В Киеве И в одном из описаний На одном из сайтов Было указано Что эта квартира Находится рядом С офисом Продаж билетов В Прибить Вот То есть Один из пунктов Который повышает Соответственно стоимость Этой квартиры Потому что Для иностранных Костей Киев Потому что Им не нужно Хватить Билеты Чтобы В этом смысле Это место Перефотографировано Огромное количество раз И существует Огромное количество Визуальных клише Которые Узнаваемые Которые Сразу Распознаются Зрителям Которые Отчасти И были созданы С той стороны Объектива Потому что Я сам не был там Но мне рассказывали Мои друзья Которые туда ездили У них Возникло Предположение О том Что Детские игрушки Которые разбросаны В заброшенных детских садах Были специально Там Помещены Разбросаны Таким образом Как будто бы Их в панике Раскидывали Убегающие дети В этом смысле Это очень Насыщенный Яркий Метафорический Визуальный Образ И к счастью В этом фильме Таких образов Нет Это Голая Жизнь Ну Были Против Матрешки Портрет Карпачева Значит Ровно Как только Мы начали съемки Туда Приехала Французская Круга Стала Снимать Картина Тоже Художественную Углегорская Тесс Она Напоминала Издали Контуры Но Залезали Еще Декарировали Все эти Проезды Она 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 Там Пожар Затем А Французская Девушка Режиссер Карпачева Существована Приличным Бюджетом В сравнении с нашим Значит Там Как раз Были Матрешки Черного Колесо И так Далее Но Там Много Чего Гораздо Более Интересного Даже Для Туристов Если Только Не брать Первые Какие Например Вот Может Было Приобрести У тебя Мог Оказаться В Киеве Дома Ковер 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 Тюрьмы И Вообще Там Было Огромное Мародерство Оттуда Вытащили Все Вально Давид по всему И Даже Розетки Стен В этих Квартирах Это Все Перекочевало И Нашим Перемещение Предметов В этот В смысле Такого Туристического Телесного 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 Более И Говорят Про Распродаж Телесного 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 по этому поводу у меня там тоже может быть есть какой-то чувствующий вопрос ну и коллегам собственно говоря насколько они как бы видят эту тему есть ли она здесь вообще прощание происходило каждую минуту потому что все что на экране ничего этого нету сейчас там любые туфли провода массовка во многом украине это снималось потому что лица провинциально украинские лица в большей степени как-то застывшие во времени напоминает лица восемьдесят шестого года все таки уже прошло там 25 лет больше значит в этом смысле каждую минуту мы пытались искать следы советского я уж не говорю что мы компьютером закрашивали где могли рекламу любым способом пытались уходить каких-то точек искать эти точки где-то не видно на современные постройки в этом городе и светлодарске который напоминает двух местах светлодарский на когда мы снимали эти двух городах которые очень напоминают просто принять вот на даму каждую минуту прощались ну естественно и в смысле конечно самого сюжета он абсолютно в этом смысле то по приметам советских и реально это красное вино у меня много друзей шумангистов ездили сразу поехали на это правда уже во время ликвидации очень хвалю иначе молдавское красное вино это все правда но вот эти вот оркестр свой диетаре это реальный оркестр он был в жизни жив человек который как бы герой этого дела он правда был гитаристом он бежал он эвакуировался вот как они выезжают на категория когда приходы на автобусы через много часов он точно так же забрал только гитару и женой с двумя точками уехали реальные люди из этого оркестра на свадьбе там много людей которых не стало после этого беспечного дня и знание без знания о абсолютно собственные привычки к опасности вот поэтому да конечно это в каком-то смысле не говоря там о музыкальных фразах целая большая работа и костюмы разумеется но да вообще все на отсутствие сленга сегодняшних слов смысле языка он конечно все равно непростой он ритмизированный есть версии но это уже как бы манера допустим маяк но другой стороны это соответствует той и той условности и тому ритмам какого сломалась эта картина сначала не случайно при этом там нет слов там блин короче естественно конечно действительно вот что здесь мне очень понравилось что сейчас так культурологически глядя как же поведение человека вот я хорошо помню типаж этого главного героя который находится в непрерывном мускульном напряжении даже внутри обычной жизни прямо с утра и до конца дня я просто я был журналистом это время я много видел парней вернувшихся из афганистана начавших там или за и даже не из афганистана просто из армии начинающих свою жизнь в русской провинции она похожа на украинскую и вот этот типаж совершенно узнаваем этого молодого человека точно так же как вот эти все дивные практики такие социальные совершенно уже вышедшие они тоже это в этом есть какая-то уже археология то есть некоторая такая очень глубокая археологическая работа проделана в этом фильме и эти практики тоже показаны какой-то первичности совершенно не стилизованно то есть нет элементов стилизации совсем и особенно тронуло мое сердце сцену вот такая это не не эротическая сцена не любовная а вот сцена такой на пьяной атаки главного героя свою девушку и и поняли в ящиках ее собственное поведение это абсолютно точный конту того что происходило тогда в жизни никто не обижался при этом то есть это воспринималось как какое-то естественное поведение и сама и драка вокруг этих денег тоже это вот тоже в этом есть такая то есть нет и не советская и правильный счет советского что нет советская это просто какой-то старый период времени уже ушедший обозначаем это что-то вроде такой действительно жизни в маленьком городе и русском тоже вот что я хочу сказать что у меня тогда очень понравилось все-таки это событие 27 лет не давности да а если вы точно мне надо было 19 лет я тоже не очень помню все-таки скажите нам все да напомните он точно как это было в реальности вы же наверняка должны помнить и знать когда жители припяти действительно объявили на реальности и когда началась эвакуация просто не хочется это знать на фоне мы глядя с вами спасибо воскресенье двенадцать часов дня реактор взорвался сейчас я могу ошибаться в минутах и часами в районе половины третьего ночи с пятницы на субботу эвакуация началась двенадцать часов дня воскресенье пришли автобусы когда вы собрали там чуть ли не за все единицы пустые автобусы есть хроника хроника вот так что могут полночи день ночь и утро шесть часов 12 было воскресенье вот а дальше удачу пока карпачев не объявил секреты эти первым за секрет шли на своей станции человек большинство стации вот друг раздался умер на радиоактивность в панике вернулся там и птички потом выяснили что нет а потом они выяснили вот это вот таким вот путем швеция пришла и молчать было уже невозможно это был полный паник абсолютно шесть переговоры вот примерно так как в фильме так вот и есть молчать был полный шок и столкняк это было невозможно поверить когда директора на рассвете директора станции директора станции он вообще не верил этого не может быть его вывели на рассвете из блока и где он находился не четвертый третий а другой и повели туда и он и на асфальте лежали большие куски графина который мог только исторгнуться из не до реактора и глядя на этот графин он говорит нет этого этого нет этого не может быть то есть был полный шок и говоря о том что конечно в москве это было и много в общем чего но люди за горами загар приставал что же в Сочи я выпил рюмку, выпил другую, пошел загорать на крыше взял с собой соседа но соседа не пускал уже наши мы не напились, я лежал ко мне приставал значит за горами я спустился просто коричневый ну и так далее было много чего, были кроссы даже не говоря о том что на Украине в Киеве еще 2 мая был кросс велосипед в том числе но конечно на самом деле из Киева был панический исход в районе 29-30 числа когда люди уезжали на крыше когда касса не могла прийти касса для начальства существовала или милицию смело, толпало, малые кассы и так далее то есть конечно это паника вот в Тиеве 28-9 и так далее там очень много драматических сравнится о том как людей не хотели принимать в деревнях потому что они редактики там много чего вокруг этой истории человеческого очень разного надо сказать когда я говорю вот про советское и вот про я имел ввиду конечно не только работу с материальной культурой большого, который здесь есть но все-таки еще и какую-то психологию которая мотивирует людей я не знаю насколько это было сознательно или нет правильно ли я это понимаю но все-таки ведь как бы через переживания как сказать сущность уже произошедшей смерти своей то есть в общем они же понимают что они в общем-то умерли по большому счету ну или практически умерли здесь происходит соединение людей вот этот внутренний сюжет конфликта между человеком который ушел из вольной музыкальной полупонвальной видимо какой-то деятельности в партийную и который возвращается сейчас случайным образом который объединяется с ними то есть который все-таки через это через это событие прорывает как вот эту цепочку какой-то разрушенности или сегментированности какой-то коллективное коллективное желание какое-то коллективная радость вот в этом смысле у меня такой вопрос вот все-таки когда вы говорите ссылаетесь на бунина а вот это наши готовности нашей готовности русской готовности гибнуть красиво да выбирает так с музыкой да как есть только выражение да выбирает так с музыкой насколько эта черта как потенциально не устаревающая или это все-таки что-то такое что вот осталось вместе с советским коллективизмом где-то насколько постсоветская история которая все-таки очень сильно работала и работает на разделение людей да на очень сильную сегментацию общества ну грубо говоря если бы сейчас нашли что-то подобное люди бы так себя вели как здесь вот сейчас или вам кажется что психология очень сильно изменилась за эти 30 лет советский коллективизм замечательным образом взег на то так сказать вот коллективизм то советский в этом смысле во многом несмотря на полные так сказать перемены и другие совершенно знамена и и прочее прочее я думаю это не было для для рационной России так сказать ну чем-то невероятно другим в общем это это было всегда так сказать и было крепостное право было рабство было равнодушие привычка к остроте и опасности человеческой жизни как стоило копейба так и продолжало стоить когда забросали трупами телами извините телами забросали фронт отечественной войны это все очень продолжалось так сказать и было во многом естественно так что то о чем писал Бунин это абсолютно значит по моему нашло отражение при советской жизни сам естественно что касается сегодняшнего дня ну вы знаете что когда я смотрю на девушек с компьютерами или телефонами во время киносеансов я понимаю что наверное они убежали они любят себя когда я читаю фейсбук и вижу как замечательно люди которые отстаивают либеральные ценности при этом в перемешку это происходит в перемешку с подробнейшими кулинарными описаниями и значит всяких трапезь за границей наверное так сказать это совершенно не умоляет никакие протестные движения но говорить о очень многом о том что я не думаю что люди сейчас вот так вот если что-то так сказать закачается то люди значит так останутся на местах но это как раз те 20 процентов которые будут в лучшем случае 20 в остальном но выше видим абсолютнейшую апатию и равнодушие ко всему и это продолжение того что было и это не может быть иначе на костях времени в котором мы ходим могут вырасти чудесные цветы изысканы и так далее мы продолжаем так сказать изнурительную грудку и повесен Сталин держит все равно нас за полу так сказать шинели людей которые просто пришли в кармане и носовали то так сказать вот это все наверное актуально хотя конечно есть цена человеческой жизни наверное она среди актуальной части общества продвинутого наверное выросла вместе с индивидуализмом естественно индивидуализм пришел индивидуализм естественно сна собственной жизни в этом смысле эту завесу сна прорвало ну прорвало так сказать ну с самого бока чуть-чуть больших количествах но мы это все прекрасно видим а как все-таки вот вы ну то есть какова ваша тут идея что все-таки в этом учении мы ясно видим такое желание автора как-то в хронометраже приблизить какие-то ситуации по длительности ну к реальности к такому оффлайн то есть главный герой мишель долго его подруга долго примеряет обувь свадьба идет долго и концерт тоже идет долго и ну то есть я бы сказал максимально долго насколько это возможно для того чтобы удержать все равно внимание зрителя вот это что это такое это как мы должны это понимать я надеюсь тот эквивалент сценарий который мы стремились вместе с оператором замечательно Марьяка Молты нам казалось что это картина в такой манере очень длинными планами соответственно очень реального времени там есть просто невероятные операторские вещи в этом фильме например выход из этой предпадника как бы называли они там делаются собираются они идут вместе потом он садится за барабан потом я должен заниматься этим актером и понимать что ему становится все лучше и лучше что он уже не может оторваться от своих палочек потом мы переходим тут же в этом кадре на герой вместе спрыгиваем в зал к той женщине когда мы танцуем с женщиной снова залезаем не стремились к такому-то в каком-то смысле стремились конечно я тоже думал про время в этом фильме мне кажется что как раз я даже честно говоря даже не смог вспомнить другой фильм который по моему не знаю не таки пути в самом целом в этом смысле который работает как продлённое мгновение как бесконечное мгновение вот у меня было ощущение что это совершеннейший бег на месте то есть это же абсолютно движение которое мёртвое движение его нет фиктивное то есть возвращение до три раза возвращается с туплями потом подходит к поезду и садится и вцепился на эти бутылки которые тоже как такой якорь держат так тяжело до земли тем но у меня было ощущение такого как бы бесконечно прящегося мгновения которое может быть уже на самом деле и как реальному времени хотя реальному времени уже мгновение переход между жизнью смертью или мгновение это мгновение я надеюсь вы правы это цена но это пришло постепенно мы шли интуитивно прямо скажу я вообще не верю по умозрительной так сказать постановке каких-то задач которые потом реализуются но может есть исключения но в основном это как-то сразу все торчит в обычном случае это очень видно и это перестает просто я ну я по крайней мере работаю чистый интуитив ровно как и сценарий конечно более сознательно безусловно белый лист бумаги замысел там в конце концов конструкция в конце концов все равно шаговная партия безусловно сценарий все равно действие ну а дальше чистый эквивалент попытки интуитивно найти визуальная адекватность визуально рассмотрена в таком повседневном смысле вещей жестов поз движений но также и в смысле институции институтов прежде всего институты коммуникации тут очень хорошо показан вертикальный способ коммуникации то есть есть партийные работники на станции и они не могут ничего сделать без решения сверху и тем самым и они становятся заложниками этой коммуникативной программы и остальные жители города и там есть несколько любопытных моментов которые как раз институциональную рамку вскрывают это фраза героини о том что может быть больше не остановится ни один поезд что может быть они просто окружат город и отрубят коммуникацию и что и вы да да собственно и второй момент это паспорт вот это вот обеспокоенность тем что ты никуда не можешь деться без паспорта и третий момент ну это может быть лично мой собективный когда они бегут по парку чтобы смотреть на станцию они в какой-то момент сталкиваются с милиционером и это такое вот производит просто зрительское ощущение весьма сильное то есть ты ожидаешь что будет дальше что будет действовать этот милиционер то есть в этом смысле этот фильм скрывает вот эту вот институциональную советскую управленческую программу которая вертикальная которая сверху вниз только из Москвы из центра на периферию в республику и вот может быть в этом смысле может подумать можем ли мы сейчас убежать так сказать без паспорта без ничего это посмотрим не боясь индиционеров посмотрим сможем без паспорта это еще все герои все главные герои этого фильма они потенциальные мертвы или у нас есть какая-то надежда мы же как бы обрываете это на то что прошли сутки дальше они как бы уплывают да это маленькая надежда для зрителей все-таки там всем должно быть понятно что никто из них не имеет шанса выжить находясь вот столько времени и так рядом с одной стороны они проплывают мимо реактора и причем там географически это действительно так но возможно ли было так проплыть вопрос другой этот финал в общем в каком-то смысле слова он реальный но в том числе и символический если представить себе реально реально людей которые побывали в этой близости то их на этом свете нет хотя есть уникальные случаи людей которые например человек которого потом не дали герой из-за того что просто он был поляк который проплыл под реактором еще там соединял он работает сторожем автостоянки который просто пьяный сильно пьяный и начальство разбежалось и он проплыл под значит вот этим всем потому что это даже могло рухнуть если бы там не хлынула какая-то вода который просто спас я просто уже прошло 4 года с момента вот этого всего я немножко могу упутаться в этих но этот человек просто спас поле по фамилии не брожевский но вот что-то такое польский еще был жив года 3 назад вот там вообще феноменальные в этом смысле истории и переговоры с Москвой были еще более острые есть там какие-то протоколы и так далее потом все это естественно так сказать свалили на человеческий фактор посадили но потом выяснилось что были дефекты конструкции долежали модель долежали они имели значит свои конструктивные в том числе недостаточно большие строки это вот такая история вот такой же реактор стоит в городе сейчас там скажу по-моему то ли в курске это вот точно так вот так что там очень много примет очень много всего живые они или нет если это реально конечно нет если так вот в этом смысле книжка вот светлана Алексеевича очень выразительно кто-то кому-то ничего а кто-то я пришел дурак с дезактивацией приехал заработал все пилотку сыну на голову надел свинишки и вдруг свинишка плыся ну и так далее а есть люди которые живы до сих пор а есть люди которые умерли или умерли гинематографисты и в чем те люди которые ездили на концерты даже не только вот оператор Шевченко который там снимал там шевченко героически просто летели над этим реактором снимал а много людей умерли умер человек который просто не ездил встречаться со зрителями того или концерт просто узнал этого узнал учился в обиге даже что там было много всего я занимаюсь исследованием того как катастроф они были непосредственно реализированы в газете правда в течение нескольких месяцев за май за апрель за май за июнь вот и мне показалось интересным во-первых то что эту трагедию не скрывали ее не замолчали а наоборот активно ее видали показывая что эта вещь которая могла случиться с каждым народом этого не стоит стесняться и более того этим стоит гордиться так как это казалось препятствием которое сплотило наш народ на протяжении нескольких месяцев вот этих первых месяцев после катастрофы это событие стало наверное самым самым объединяющим людей то есть то есть в той или иной степени информация о катастрофе печаталась каждый день буквально каждый день в форме сухих заметок в форме официальных отчетов в форме каких-то лирических отчетков но каждый день и таким образом создавался вот этот нарратив всеобщности мы и героизация и мне показалось очень интересно но об этом на счастье уже говорили то что фильм который мы сегодня увидели он конечно же с необходимостью являясь художественной условностью тем не менее пытается показать предельно частный опыт это выражается и в том что мы видим всего нескольких людей и в том что мы практически параллельно переживаем их жизни параллельность времени его непрерывистость и это мне кажется очень интересно сравнить вот с теми теми нарративами которые конструируются вот спасибо целое поколение вот этих людей которые просят ликвидацию для многих людей многие люди считают сам счастливым во времени своей жизни потому что то что было внутри так сказать там было много всего там было очень много любовных историй потому что перед смертью давай надышимся и дальше когда пришли значит с какой-то аппаратурой комнаты женщин которые занимались малярными работами в стороне совершенно от этого самого блока все койки фамилии потому что к ним приходили ликвидаторы там была очень интенсивная очень бурная жизнь не только в смысле того что конечно очень очень пили но вообще в смысле всего это был большой подъем внутри не без того что конечно эти несчастные люди которые не платят сейчас многим за инвалидность которые протестуют и так далее это другая сторона этого счастья это счастливый медаль это я очень хорошо помню 86-ой был не ребенком и сплочение о котором сейчас было сказано это было сплочение в вранье единого общего отлина либо не было либо но этот отклик был страшно недоброкачественным поручен я думаю будет вообще такое сплочение а что касается отклика ну я так полагаю мои ровесники помнят что получится если например простите меня я всего лишь цитирую байки которые ходили в москве что получится если мужчина искупается в реке припять ну получится мужчина с ягерной голодкой и насчет дуга вот так очень много что еще то есть очень недоброкачественные такие вот фольклорные вещи я я я пробудил такое сквочение а сказать хотелось в общем то о другом момент первый это поразительное дело ну вообще говоря у меня дело не очень хорошо обстоятельство с приятием устной речи Но я поразился, я большую часть речи на экране не успевал понять Видимо, дело не только в том, что я уже сказал Видимо, дело в том, что действительно неуловимо, незаметно изменился язык Изменился способ говорения Я очень хорошо помню 86-й Я сам был один из тех, кто, видимо, говорил так же Вероятно, что-то изменилось очень сильно Если это так, то значит была проделана очень большая, трудная и очень доброкачественная работа по восстановлению Момент второй Оказывается, душа собственная даже Потемки Каждый, наверное, больше или меньше время от времени думает Как он станет себя вести в приближении своей смерти Вот Видимо, что-то мы в себе не понимаем Потому что, оказывается, можно вести и так И для меня Вот один из наиболее Странных Моментов Это когда главный персонаж Бежит из магазина Уходит из магазина с бутылками Квасить с друзьями Он же знает, что происходит И что он обречен С таким знанием Мне сдается Куда приятнее Потратить Последнее Оставшееся время На то, чтобы Держаться за грудь Пусть не самой красивой продавщице Чем классить с друзьями Ну и Это неизвестно Не знаю Я бы выбрал первое У него другая грудь тоже есть По моменту Ну ладно Ну и Лично для меня В целом это Ему стало откровением Даже не на Чернобыльскую тему По-видимому Очень многие из нас И К моему стыду Я сам Мы Так толком До сих пор не поняли Не понимаем Что с нами произошло С тех пор За прошедшие 27 лет Видимо Мы Изменились страшно сильно Мы это знаем Понимаем Но мы Изменились сильнее Чем мы понимаем Уже немножко поговорили Про речь В этом кино Которая все-таки Действительно Очень специально устроена Кроме Вот ее сильной Ритмизованности Да И Версионности Синтаксической Версионности Все-таки Есть такое ощущение И это Вопрос о том Что слышно И что не слышно А действительно Я тоже Много Не понимал Я не знаю Насколько Это Насколько Это Что называется Планировалось Да Но в принципе Вообще Есть ощущение Отречья На фильме Что она Как бы По большому счету Что она Какой-то Рудимент Что по большому счету Она в общем-то И не нужна Речь Вот в этой ситуации Что она Как бы Что она Остаток Чего-то Что уже Ни на что Как бы не работает Что в самом по себе Уже ничего Даже и не движет Не знаю Так ли это Могу сказать Что я умозрительно Не стремился Но я шел Интуитивным Опять И способом Мне оказалось Можно Разговаривать Только вот так На коротке С полным Как бы Взаимным Пониманием И не обезли Трудной Различимостью Со стороны Никто специально Конечно Не делал Эту речь Непонятной Но С другой стороны Безусловно Там есть Усложненность Этикет Этой Это вот так Написано Как написано Понимаете Всюду Можно добавить Одно словцо И Сразу Фраза Становится Абсолютно На Обе Надежды Но мы Теряем Неуловимо Вот для этой Картины Так же Как для картины Там отрыв Которая Так же Была написана Кстати И картина Магнитные Бури Тоже написана Мерсионно Так сказать Языком Уже В 2002 Году Но мы Неуловимо Что-то Для этой Картины Теряем Потому что Нет ничего Проще Чем Так сказать Ну Экранизировать Диалог В большей степени Понятно Сказуемые Подбежащие И так далее Но Такая Летучесть Этого Всего Дела Она Каким-то Угровым Подпадает Я Провал Продойти Но Есть Своего рода Сложность На самом деле Слышно Где отрезается Ну То есть Я понимаю Что Наверное Это Да Нет Я Писал Это Не Отрезаю Я Пытался Потом Это Ремонтировать С точки Изра Больше Писал Среда Казалось Что Мне Понятно Но С экрана Иногда Это Мне Не Понятно Когда Глазами Читаешь Понимаешь Когда Слышишь Напрягаешься Безус Это Победился Насколько Сделал Не Специально Это Получилось Из Логики Того Начина Я Работал В Институте Который Как раз Даже Группе Которая Для Чернобыля Делала Экспертную Систему Вот Но Чернобыль Он Как бы Случился Раньше Мы Экспертную Систему Которая Заменяла Хара И Много Разговоров Почему Так Зашло Но Суть Не В Как бы Явился Катализатором Многих Других Дел Люди Очень Сильные Сменились У меня Одногруппница Была В Припяти После Этого Она С первой Группой Уехала Приехала В Москву В другой Патроне Все разделась Помылась Выпросила Одежду И стала Жить Как в последний Раз В последний Займелась Предпринимательством В общем Стала Поградить У нее Фирма По программированию Другой Пример Тоже Парень Шофер Приехал В Москву У них Что-то С глазами У многих Проблем Он Лет 5 Ходил В очках Пока Не прошло Но Что он Стал Рожать Детей Он Пять детей Родилось На будущее На всякий Стал И гулять Он У нас Стал Угла Большая Крупная Цент Повар Бросил Свою Жену Который Сделал Диапити В общем Стало Жить Вот То есть Люди Стали У них То есть Какие-то Травностапы После Чернобыля Они Видели Что Другие Умирают Они Еще Жили Они Жили И у них Это На не Церковь Лет Не знаю Сейчас Так Закончилось На Общение А мы Как бы Даже Не Не Почувствовали Значение Чернобыля В то Время Взорвалось Да Те Кто Жили Потом Дальше Те Видели Что Что Происходит Самое Интересное Стало После Чернобыль Через Год Через Два То есть Люди Людик Раскрылась Не знаю Прошу После Войны Которые Прошли Войну Они Стали Свободны Мне Это Кажется Что Хотел Быть Когда Про Чернобыль Говорят О чем Цел Минут И Сказать Одно Такое Важное Слово Что И Продолжение Того Что Вы Сказали То Что Вы Исследуете Смысл В том Что Я Помню Хорошо Что Спитак Воспринимался Гораздо Более Широко Как Трагедия Наверное Потому Что Это Природная Здесь Я Думаю Было Техногенное Хорошо Помню Что В Москве Во всяком Случа Я Знаю Я Слышал Об Этому И Знаю Хорошо Что Была Паника В Киеве В Москве Это Не Воспринималось Как Событие Мировой Войны Как 41 Год Или Даже Как Скрываемое Ташкентское А потом Спитакское Зимотрясение Это Все Было Гораздо Более Спрятано Скептически И Надо Различать Особое Состояние Людей В самой Трагедии Как Они Находились И Вот Эту Пропагандистскую Сторону Газеты Правда Которая Конечно Совершенно Не Соответствует Тому Это Реально Обсуждалось На Кухне И Так Далее Мне понравились Содержательные Высказывания Вне Зависимости Поднегирителя Комплементарности Декста Это Как Раз Еще Мимо Меня Все Но По Сути Мне Зашли Было Очень Интересно Поговорить И Поговорить Об этом Можно Кстати Долго И Это На самом деле Очень Все Интересно И Очень Все Неоднозначно Как Назад Так И Вперед Имеется Большое Это Значение Спасибо 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 Большое Большое